Курортный сезон уже наступил, но вот жарким начало лета назвать нельзя. Ветер, дождливые тучи и волны отдыхающих не испугали. Кто-то загорает на пляже, а смельчаки с удовольствием плавают в море. Среди них оказался и испытатель, сыгравший роль утопающего. На помощь вовремя вылетел спасатель. Именно вылетел, ведь теперь эту работу с квалифицированными специалистами разделяет передовая разработка. Дрон оснащен специальным жилетом, который набирает воздух, попав в воду. Мы строим цифровую копию пространства, прежде чем исполнять полетные задания там. И моделируем подводные течения, моделируем погодные условия, направление ветра. Находясь в Москве, мы можем запрограммировать дроны здесь, чтобы они реагировали на тонущих людей по команде спасателя. И, соответственно, исследовать эти полетные задания, находить слабые места, оптимизировать, чтобы ускорять реакцию. Устройство хорошо держится в воздухе. Дрон вверткий. Он может взлетать даже в штормовую погоду и при небольшом дожде. Кроме того, увидеть его можно издалека. Аппарат, как и все спасатели пляжа, одет в ярко-оранжевую форму. «Разработка действительно уникальная. Придумали мы ее совместно с Институтом проблем управления Российской академии наук. Уникальность заключается в том, что это 100% отечественное производство. Производим его сами здесь, на территории России, из запчастей, которые тоже собираем сами». Сейчас в Анапе-3 спасательные вышки, оборудованные системой мониторинга. Подключаясь к видеокамерам, нейросеть отличает тонущего человека от обычного пловца. После сигнала пилот запускает аппарат, сбрасывающий жилет. Однако это лишь первый этап. К человеку оперативно прибывают спасатели, которые оказывают утопающему дальнейшую помощь. Никита Бойко, Ксения Сипко, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.